А теперь о пандемии COVID-19 на языке цифр. К другим темам. Несмотря на то, что прошло уже 11 лет с апрельских беспорядков 2009 года, о тех событиях до сих пор мало что известно. Кто был организатором, а кто должен понести ответственность за разрушение центра столицы, президентского дворца и парламента. Наши журналисты узнавали у политологов, какими они видят события апреля 2009 года. 11 лет назад толпа воинствующих манифестантов ворвалась в здание парламента и администрации президента, о котором нанесли серьезный урон. Что последовало далее, мы все знаем, ибо плоды правления, пришедших тогда к власти политиков, назвавших себя проевропейскими, сказываются на жизни страны и населения до сих пор. За это время мы потеряли банк одеэкономии, мы потеряли аэропорт, мы потеряли более 1 миллиарда долларов, которые просто были разворованы. Мы получили первое место в мире по самой коррумпированной юстиции, согласно Всемирному экономическому форуму. Мы получили первое место в Европе и в СНГ по уровню взяток, согласно Transparency International. Мы стали самой бедной страной Европы, согласно данным агентства Credit Suisse. Политолог Борис Шиповалов, говоря о апрельских событиях 2009 года, подчеркивает, что в результате беспорядков у власти оказались люди, которым не было дела до интересов страны и народа. С 7 апреля 2009 года те события, которые тогда состоялись, они привели к тому состоянию, в котором находится Республика Молдова, в бедном, нищем, в плачевном. Мы даже видим это по сегодняшней очень сложной ситуации, общественной, медицинской, с этим коронавирусом, о том, что наша система здравоохранения не готова к таким событиям. Да и вообще страна ко многим вещам не готова, потому что после 7 апреля 2009 года пришли к власти определенные политические силы и люди, которые, к сожалению, не работали на созидание. А Игорь Волницкий все же нашел и положительные моменты в событиях 11-летней давности. Хотя и он не стал отрицать, что кража миллиарда, последствия которой чувствуются до сих пор, не стало бы возможной без участия политиков, которые получили власть после апреля 2009 года. Если сразу после обретения власти демократическими силами были реализованы хорошие вещи, были начаты важные процессы, которые привели к либерализации визового режима с ЕС, к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом, к вхождению Молдовы в единое воздушное пространство с ЕС и многие другие, то позже начались совсем другие вещи. Я называю это вторым этапом в истории Молдовы пост 7 апреля. Тут хочется отметить кражи миллиарда, которую провернули не без участия тогдашних правителей, которые получили власть после апрельских событий 2009 года. Событиям апреля 2009 года уже 11 лет, но до сих пор не было получено ответов на главные вопросы, волнующие молдавское общество. Кто был организатором этих беспорядков и какие цели они преследовали. На сегодня даже граждане республики расходятся во мнении о том, что же произошло 7 апреля 2009 года. Одни это называют попыткой государственного переворота, другие – революцией. До сих пор не было дано и правовой оценки тем событиям. Более того, организаторы беспорядков так и не были привлечены к ответственности. Продолжение следует...